Дина Сагановна, ну понятно, что в год кризиса трудно предложить что-то новое, но тем не менее, сколько стоит нынешняя здравительная компания и для города, и для родителей? Ну, давайте мы так проговорим. Мы, конечно, все время планируем определенные вещи, в том числе и родительские средства, да, но более четкое понимание того, что все-таки будет это стоить для родителей, мы уже имеем общую цифру в конце организации летней оздоровительной. На сегодняшний день мы четко знаем, чем мы располагаем и что мы используем за счет областного бюджета, а это 22 миллиона, это те средства, которые были направлены в фонд, в наше управление социальной защиты на оздоровление наших детей. Ну, помимо, естественно, загородных лагерей, помимо нашего лагеря юность, где будет еще и вторая смена у нас, да, будет почти, мы надеемся, что 400 детей отдохнет и во вторую смену в шести дворовых клубах, в четырех наших образовательных учреждениях. Сюда же в эти 22 миллиона входит и оплата санаторно-курортного лечения, да, эти путевочки тоже реализуются нашим управлением социальной защиты, и дети наши могут выезжать, то есть получают эти путевки, если заявились предприятели, заявились родители и выезжают в наши санатории. То есть 22 миллиона, но, с одной стороны, нам в начале летнее оздоровление казалось, что это большая сумма, с другой стороны, когда вот сейчас прошли все конкурсы, когда лагеря наши выиграли в этих конкурсах, когда сейчас эти деньги они реализуют, ну, в принципе, наверное, это те же средства, что и поступали когда-то из фонда социального страхования. Местный бюджет. Местный бюджет, естественно, в этом году не уменьшил свою сумму, чем в прошлом. В прошлом году у нас было миллион шестьсот, в этом году у нас, значит, идет, помимо вот миллиона шестьсот на форму отдыха, миллион шестьсот это только на летнюю оздоровительную кампанию, немножко неправильно сказала, на летнюю оздоровительную кампанию, связанную вот с организацией форм отдыха. А всего в прошлом году за счет местного бюджета было потрачено пять миллионов пятьсот шестьдесят девять тысяч. В этом году мы планируем потратить пять миллионов шестьсот девятнадцать тысяч. В эти суммы у нас входит и содержание лагеря в летний период, лесная сказка. В эти суммы у нас входят и те средства, которые выделяются на подготовку лагеря, то есть, в принципе, это большие суммы. Вот, и в эти средства входят и те суммы, которые проходят, как вот я уже сказала, через непосредственно летнюю оздоровительную кампанию. Ну, вот, такими суммами мы располагаем, что позволило нам лагеря все подготовить, ну, я имею в виду наши лагеря, это лагерь юность и лесная сказка. Лагерь солнца городов был на отлично подготовлен ведомственной организацией, то есть, северским трубным заводом подготовить, принять детей и проводить летнее оздоровление. Ну, по областному бюджету, да, я вам сказала, 22 миллиона, ну, родительские средства, вот, давайте так, 20, по положению, по постановлению правительства Сырбовской области, 20% от стоимости путевки. Ну, это те, кто получают эту путевку, вот, не бесплатно, но большая категория детей получает эту путевку бесплатно, это тоже большой очень плюс. Спасибо большое, Дина Исаковна. Но мне бы очень хотелось присоединиться к пожеланиям Дины Исаковны Чебаевым яркого солнышка, неба без облаков, всего самого хорошего, теплой водички, чтобы вам, наши хорошие, очень хорошо, радостно отдохнулось и чтобы вы с новыми силами пошли в школу. Да, чтобы самое главное, наш отдых с вами был здоровым и безопасным. Ну, а все новости вы можете посмотреть на нашем сайте на www.tv5polivskoi.com. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!